Дорогие друзья, всем здравствуйте! Позвольте представиться, меня зовут Диана, я менеджер Даши Сергея Пыльзарь. Сегодня я приехала в район Каргаджак специально, чтобы показать вам одну из самых лучших вилл, которые у нас сейчас есть в продаже. Вилла у нас располагается всего в двух километрах от моря, отличные подъездные пути. Начнем, пожалуй, с характеристик общих. Вилла 4 плюс 1, то есть здесь есть 4 спальни и один большой зал. Вилла полностью у нас укомплектована мебелью и техникой, мы сейчас пройдем внутрь, я покажу вам каждую комнату, вы убедитесь в том, что вилла свет, светлая, очень красивая, замечательно подобранная мебель, высокого качества техника и эта вилла просто достойна вашего внимания, поэтому не переключайтесь, оставайтесь на этом видео, вас ждет все самое интересное. Друзья, прежде чем зайти в дом, я хочу вам сначала показать территорию этой виллы. Территория, именно участок виллы занимает 5 соток земли. Здесь есть общий бассейн на две виллы. Мы, в принципе, находимся на комплексе вилл. Есть два уровня, мы сейчас на самом нижнем, первый уровень и есть еще уровень повыше. Там также располагаются три виллы. Смотрите, на территории есть зона газона, где у нас высажены розы, которые цветут даже сейчас, а у нас на секундочку середина декабря. Даже если вы обратите внимание, я прямо вот в пиджаке перед вами стою. Так вот, я хотела вам показать именно этот участок земли, который у нас в газоне. Здесь есть садовник, который приходит, постоянно ухаживает за территорией, то есть подстригает кусты, также занимается обработкой бассейна и так далее. Здесь можно расположить мангал, собраться с друзьями, пожарить мясо, собственно, хорошо провести время. И еще особенность этой виллы, это свой собственный гараж. То есть, если мы спустимся по лестнице вниз, выйдем на улицу, то вы увидите, я думаю, что Кирилл, оператор, снимет обязательно с дро на обзор. Вы увидите, что внизу есть также гараж на одну машину. Территория гаража большая, поэтому вы можете также хранить там свои какие-то личные вещи. Сейчас мы проходим на задний дворик виллы. Там будет основной вход виллы, то есть вы можете зайти как с этой части и также через основную дверь, которая у нас располагается напротив бассейна. Мы с вами зашли сейчас виллу через основной вход, как я и сказала, и попадаем в зону такого небольшого коридорчика. Что здесь примечательного? Это удобные шкафчики под лестницей, то есть зона под лестницей, она использована с умом. Вы можете здесь хранить какие-то вещи. Здесь тоже у нас есть полочки, повесить свои куртки, биджачки и так далее. Итак, вилла 4 плюс 1, еще раз повторюсь, то есть у нас 4 спальни и одна спальня, она у нас располагается внизу. Мы назовем ее гостевой спальней, потому что здесь у нас установлен диван, у нас здесь есть комод, прикроватные тумбочки. То есть если приедут к вам родственники или друзья, то они достаточно комфортно себя здесь будут чувствовать. И также у нас рядом с этой комнатой располагается общий санузел на первом этаже. Обратите внимание, что санузел у нас с подогревом полов. Здесь в принципе все санузлы, которые мы сегодня увидим в этом видео, они с подогревом полов. И далее мы с вами направляемся в самую большую, самую светлую, самую уютную комнату этой виллы в ее сердце. Это гостиная комната, где скорее всего каждая семья проводит больше всего времени. Гостиная комната, она устроена по американскому типу, то есть у нас кухня совмещена с основным залом. Выполнена здесь мебель вся в светлых тонах, это большие также панорамные окна, они придают свет этой комнате. И также хочу обратить ваше пристальное внимание на то, что здесь есть камин. На самом деле я была на многих виллах в Алане, и камин есть не в каждой вилле, здесь он присутствует. Вы можете наслаждаться уютными вечерами, огонь красиво горит, трещит, вы с семьей, с детишками, то есть сейчас самое время как раз повизуализировать и представить себя здесь. Далее, я хочу обратить ваше внимание, что вся техника, которую вы видите в этом видео, она входит в стоимость квартиры. Техника у нас марки Siemens, давайте я вам покажу, пройдем уже в зону кухни. То есть у нас здесь полный комплект бытовой техники, это холодильник, это посудомоечная машина, варочная поверхность. Также у нас есть духовой шкаф и микроволновая печь, все марки Siemens. Еще как хозяйка, как девушка, я хочу обратить ваше внимание, девочки, на множество ящиков. То есть кухонная гарнитура, она очень функциональна. Также, если обратите внимание, если мы откроем ящик, заглянем внутрь, то здесь ложки, вилки, чашки и так далее. Это говорит о том, что вилла действующая, то есть здесь живут. На самом деле, хочу рассказать вам про причину продажи этой виллы, если вы зададитесь таким вопросом, наверняка он у вас есть, то причина самой-самой прекрасной продажи этой виллы, это пополнение в семье. И семья, которая сейчас является собственником этой виллы, у них родился сыночек, и они просто хотят расшириться. Поэтому перед нами стоит задача, чтобы мы эту виллу реализовали побыстрее, и это влияет, конечно, на цену. То есть цена очень приятная, но о цене давайте поговорим с вами в конце этого видео. Я уверена, вас она приятно удивит. Итак, что еще я хотела показать? Это выход на основной бассейн, как раз зона кухни. Очень удобно также, если, например, у вас гости, либо вы проводите какой-то вечер с семьей, и хотите пообедать, поужинать на улице, то есть как хозяйки, посуда, все под рукой, кухня под рукой. Вы вышли на бассейн, у вас там стул, стулья, и вы, соответственно, не бегаете далеко, скажем так, к кухонному гарнитуру. Окна здесь все панорамные. Даже если вы захотите выйти, например, в сад, то вы можете воспользоваться и тем окном, потому что все окна у нас открываются вправо-влево и имеют выход просто на улицу. Еще такой момент, что здесь у нас, так, какой пульт, здесь очень много пультов на самом деле, потому что есть пульт, например, подсветка, которая включает разный свет в комнате, в разных частях комнаты, и есть пульт, который управляет именно железными рольставнями, то есть они на пульте управления. Так, давайте продемонстрирую, как это работает. То есть, смотрите, здесь на каждое окно у нас есть железный занавес, который можно просто включить, выключить, и у вас будет либо совсем светло в комнате, либо совсем темно. Друзья, как я говорила, вилла у нас двухуровневая, сейчас мы пройдем на второй этаж, но пока мы не поднялись, поделитесь своими впечатлениями, как вам интерьер, как вам дизайн гостиной комнаты, потому что, как я считаю, что это самая важная комната, на которой вы проводите больше всего времени. Будем рады всем вашим комментариям, будем ждать их. Итак, идем на второй этаж, прежде чем подняться, я вам продемонстрирую, что здесь у нас хорошо продумана подсветка, то есть можно включить и выключить разные уровни подсветки. Мы с вами сейчас поднялись наверх, и хочу начать обзор второго этажа именно с прачечной, то есть здесь есть у нас отдельная комната, где также марки Siemens у нас установлена стиральная машина, здесь функциональные ящики, можно хранить все ваши полотенца, постельное белье и так далее, места хватит. И еще такой момент, как хозяйка тоже обращаю внимание, здесь есть отдельная полка, куда можно установить сушилку, потому что сейчас это очень актуально, все больше семей приобретают сушилки, но это на самом деле очень и очень удобно. Итак, у нас на втором этаже три спальни, у нас две детские и одна большая спальня, она родительская, со своим отдельным санузлом. Помимо родительской спальни с отдельным санузлом, у нас есть еще в зоне коридора общий санузел. Посмотрите, он больших размеров, здесь есть такая душевая кабина, немаленькая, соответственно, раковина, полочка, зеркало и туалет. Проходим с вами в первую детскую спальню, она у нас выполнена в розовых тонах, в принципе, как и вторая детская спальня, потому что две девочки в семье. Вы, конечно, на свой вкус можете каждую комнату переделать, просто повесить шторы другого цвета, ну или поменять мебель. Из мебели мы с вами видим одну кровать, одну спальню, шкаф, прикроватную тумбочку и зону для того, чтобы ребенок учился, то есть это стол и шкафчики для книг. Также у нас здесь есть выход на общий балкон, этот балкон у нас на две спальни, в родительскую и на комнату, в которой нахожусь я. Но мы с вами посмотрим его чуть-чуть попозже. Пройдем с вами во вторую детскую комнату, как я и говорила ранее, она тоже у нас для девочки, все в розовых тонах и абсолютно тот же комплект мебели здесь находится. Есть выход на балкон, уже совсем с другим видом, с видом на море. И этот выход на балкон является отдельным, то есть у этой комнаты свой отдельный балкон. Давайте пройдем с вами в родительскую спальню, самое интересное, посмотрим, что у нас там. Родительская спальня у нас самая большая по площади. У этой спальни есть свой отдельный санузел, большой гардероб и вся мебель выполнена в таких светлых, приятных тонах. Еще хочу обратить ваше внимание, что по стене, вдоль всей стены, напротив кровати, большое панорамное окно и из этого окна открываются потрясающие виды на море. То есть представьте, вы открыли глаза рано утром и просто смотрите на все это великолепие, это очень здорово. Также здесь есть пульт, который опять же открывает железные шторы. И техника марки Siemens, то есть кондиционер в этой комнате располагается на очень удобном уровне, то есть кондиционер на вас не дует, он в правильном порядке обогревает комнату. Есть выход на балкон, балкон больших размеров, вы можете по желанию установить там кресло-качалку, поставить столик и также утром пить кофе, опять же с прекрасным видом на нашу алонийскую природу. Давайте посмотрим. Я оказалась на балконе, с этого балкона у нас два выхода, еще раз проговорю, с родительской спальней и с детской спальней. Балкон больших размеров, он светлый и выходит на южную сторону, балкон угловой, то есть с этого балкона видно как бассейн, так и вход на вилу. Сейчас мы переходим к самой интересной части этого видео, это конечно цена. Цена этой вилы, внимание, 260 тысяч евро. Цена очень приятная. Вилла 2017 года, то есть ей всего 5 лет, здесь сделали ремонт, она совершенно новая, хорошая техника, хорошая мебель. То есть вилла, которая совершенно не требует вложений, вы покупаете ее за 260 тысяч евро, заезжаете и живете. Поэтому, если вас заинтересовало данное предложение, пожалуйста, пишите нам в директ. Все наши телефоны указаны в описании к этому видео. Обязательно ставьте колокольчик, если вы еще не поставили его. И мы ждем ваших заявок, ваших вопросов, ответим абсолютно на каждый. Поэтому, если что-то я не проговорила, то обязательно спрашивайте. Дарья, Сергей, я, либо менеджер Руслан ответим на все ваши вопросы. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!